МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сокартвелла, страну Святого Георгия, едут, чтобы посмотреть монастыри, храмы, замки, крепости, а также мегалиты и другие уникальные объекты. Вот почему наше путешествие с удочкой по Грузии будет напоминать археологическую экспедицию, где воображение достроит картину ушедшего по немногим уцелевшим обломкам. История этой страны трагична, и ее достопримечательности вполне отражают и эту картину. Своё знакомство с иверийским краем мы начнём в каньоне Дашбаш, который находится в Южной Грузии, в долине реки Храме, между историко-географическими провинциями Триолети и Квема-Картли, на высоте от 1100 до 1500 метров над уровнем моря. Каньон сформировался в вулканических породах, из которых состоят окрестное Цалкское плато и массив реки Храме. Его склоны высотой в несколько сотен метров имеют разную степень наклона. Каньон Дашбаш отличается природным многообразием и эффектными пейзажами. На его склонах находятся многочисленные подземные воды и водопады. Здесь вы можете увидеть как естественные, так и созданные человеком пещеры. Главная водная артерия каньона Дашбаш – река Храме. Долина реки отличается многими географическими особенностями. У истока её называют Кция, а вытекающий из водохранилища Цалки водный поток меняет название и именуется Храме. На протяжении миллионов лет эта река создавала много каньонов, некоторые из которых непроходимы. Но нас заинтересовал только один из них, ведь мы направляемся в место, где ловили рыбу грузинские цари. Здравствуйте, друзья! Я президент клуба рыбаков в Грузии. Я имею честь быть вашим гидом по моей гостеприимной стране. Наша передача будет называться «Судочкой по Грузии». Мы находимся всего лишь в 100 километрах от столицы Грузии – Тбилиси. Называется это место ущелье Дашбаш. Здесь, по легендам, грузинские цари занимались рыбной ловлей. На самом деле, трудно себе представить тот момент, когда царь стоит с удочкой и ловит рыбу. Но если вы посмотрите на эту красоту, то, наверное, нетрудно убедиться в том, что всё-таки и цари тоже ловили рыбу. Именно в этом месте. Вот где-то вот здесь, по легендам, стоял царский шатёр. И именно здесь добывали для грузинской царской семьи лосося. Вот именно вот в этих водах, сюда, на нерест, где-то в сентябре-октябре поднимался каспийский лосось. Наверху, на скале, находятся небольшие, так сказать, пещеры. Эти пещеры все ледниковые. И именно там, в этих пещерах, хранили все рыбные запасы, которые в течение всего года подавали царской семье на стол. Мы находимся на реке Храме. Основная рыба, которая здесь обитает, это, конечно, ручевая форель. В последнее время в Храме стало очень много пришлых гостей, так называемых. Это радужная форель, которая беглая из ферм. Её стало очень много. Она даже подавляет нашу местную. Но, в принципе, кроме форелей, у нас есть здесь рыбка Храмули, есть здесь усачи, есть здесь пискари, есть галавль. Но в этой зоне, где мы находимся, в основном мы ловим форель. Нам удалось всего лишь поймать две небольшие ручьевые форели, которые мы, конечно, после фотосессии отпустили обратно в природу, потому что в Грузии ручьевая форель занесена в Красную книгу. Её можно ловить только методом поймал-отпусти. Ну, согласитесь, в такой красоте даже будет, наверное, кощунством поймать рыбу и съесть её. Её надо, конечно, сфотографировать на таком прекрасном фоне и отпустить. Чем в основном и занимаются члены нашего клуба. Добрый день! Меня зовут Шута Джохадзе. Я президент клуба нахлыстовиков в Грузии. Можно вот так сказать, молодой клуб, нам всего 8 лет, с друзьями вместе рыбачим, как правило. Любим рыбачить с нахлыстом. Всегда ходим в горы. В Грузии, как вы знаете, очень много гор и горных рек. В основном у нас в реках форель. Не скажу, что очень большие, но такие средние, спортивного рода. В данный момент мы сейчас находимся в Джавахидском районе. Это каньон называется, ущелье называется Дашпаш. Это очень красивое место. Место славится тем, что тут есть очень красивая форель. Немножко темноватая, с жёлтым брюхом и очень такие яркие пятна. У нас рекорд в клубе пока что 4 килограмма форели. Это немножко внизу от этого места. То есть, такие бывают. Редко, но бывают. Мы рыбачим с крючками барблес или безбородок. Максимум можно использовать два крючка. И для нахлыста, и для спиннинга тоже. Перчатки обязательно, и они должны быть мокрые, когда мы рыбу трогаем. Нельзя рыбу переносить на берег. Ну, само собой, стараемся максимально быстро отпускать. То есть, для фотографии требуется примерно 15-20 секунд. Это вполне достаточно, чтобы сфотографировать и отпустить рыбу. Ну, само собой, не стоит всех рыб фотографировать, если это не трофей. И запретный сезон у нас с 1 октября до 1 февраля. Мы ловим форель. Если хотите хороший экземпляр, понимаете, это с утра. Вот когда уже расцветает, мы должны уже быть возле реки и рыбачить. А когда уже солнышко, то есть форель у нас, горные воды прозрачные, они чистые. И рыба, само собой, боится, когда нас видит. И убегает, в общем. Прячется там возле камней, травы и так далее. Вот днем, когда солнышко выходит, можно поймать маленьких. А если вот так больших, надо с утра пораньше или немножко попозже вечером. Боюсь, что камера не покажет, но вот под тем камнем в полярах очень хорошо видно. Сидит очень большая форель. Мы с оператором уже, наверное, минут 40 пытаемся хоть каким-нибудь образом ее оттуда выловить. Нет, ни в какую. Напугали. Вот специфика ловли форелей заключается в том, что если рыба заметила тебе раньше, чем ты ее заметил, поймать ее просто невозможно. Я, конечно, еще раз попытаюсь, но думаю, что это не удастся. Грузия находится под особым покровительством Божьей Матери, так как иверия является одним из четырех уделов Богородицы. Монашество – сердце православия, и для грузинской православной церкви на протяжении истории оно имело не меньшее значение, чем и для других поместных церквей. В настоящее время у грузинской православной церкви насчитывается 134 обители, 72 мужских и 62 женских монастыря. Мы побывали в одном из них, который находится в поселке Берта и славится тем, что в его источнике живет святая форель. Братья, как и многие столетия назад, занимаются сельским хозяйством, выращивают виноград, пекут от жарских и чапури, чинят снасти и ловят в горных реках рыбу, словно первые апостолы, которых призвал Иисус идти вместе с ним, чтобы ловить человеков. Сейчас хочу вас пригласить в очень интересное место. На самом деле к рыбалке это имеет немножко косвенное отношение, но здесь тоже есть форель. Форель святая. Кому прикасается эта форель, смываются все грехи. Об этом нам расскажут местные монахи. Я хочу вам представить иеромонаха Илариона, который нам расскажет об этом интересном месте. История такая, что вы видите, здесь православный монастырь, который уже 12 лет существует, но до основания монастыря это место было известно. Просто не в таком масштабе, как сегодня. Но здешнее население, они были греки. И когда они, как они рассказывали, здесь и эта вода была с древности, и эта церковь была, этот источник, и форели, и все. Но потом, когда с 90-х они понемножку уехали в родину, и это место, вы сами можете увидеть, что опустошено уже. И этот человек, который жил в этом доме, грек по национальности, обратился к святейшему патриарху Грузии, что вот такая церковь есть, такая форель, такая с целебными свойствами, потому что она известна была уже. Все здесь знали, что эта рыба и эта вода целебная, как бы, вот так. Даже у него свойство нетленности, не тлится эта вода, если поставить его годами даже, не тлится. То есть вода абсолютно не портится, да? Не портится, да. Не святая вода, но свойство у них такое, что оно не портится. И много людей приходило, просто, ну, сегодня уже, когда открылся монастырь, это известно стало всем, не только паломникам и верующим. Из Европы, из России тоже много приезжают, чтобы просто посмотреть на это место и на такое чудо. Две рыбы, которые большие были, да, они умерли, и все, один умер в Красную Пятницу, в Красную. И вторая тоже умерла в Красную Пятницу во время поста, вот когда последняя неделя, да, страстная неделя. Вот Красная Пятница такой случай, который мы и сам мне это зафиксировали. Отец Лаврион, скажите, пожалуйста, а из-за чего сюда приезжает такое количество людей? Каким образом форель, это я вас спрашиваю, как рыбак на самом деле, для меня вот совершенно непонятно. Как форель, ну, может определить, кому она подплывет и прикоснется к рукам, а кому нет? Вот это чудо в том состоит, что это логическими такими понятиями невозможно. То есть не каждому человеку эта рыба прикасается к нему? Вот, были случаи, она у них не выходила, были, очень много людей были и дотрагивались до него. Вот это объяснить, я не могу сказать, что вот к этому человеку она из-за этого приходит, а к другому это... И, судя по породии, здесь живет наша грузинская форель, да? Грузинская, да, 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 это здешняя форель, которая здесь вот... И всем... Чем вы ее кормите, скажите, пожалуйста? Вы же ее кормите? Да, яйцо же, вареное, вареное яйцо. Яичный желток? Да. Вареный? Да. Оно самое интересное, что хищник не должен этого кушать. Кушает. Но кушает. Да. Уже сколько лет. Чудо в том и состоит, я же сказал, что это объяснить такими понятиями невозможно. Вот приходит человек дотрагиваться, а другой приходит... Ну, не знаю даже, что сказать. До вас дотрагиваются? Я много раз дотрагивался. Много очень. Я и не все мировался. И просто в том смысле, что, ну, такие люди, которые даже неверующие, они тоже дотрагивались, были случай. А кроме того, если до нас дотронется святая форель, то нас смоются все грехи. Получив исчерпывающую информацию об этом святом месте и взяв благословение у монахов, мы отправляемся ловить форель на реку Храме. В путешествии с удочкой по православной Грузии такая помощь и наставления нам очень пригодятся. Впереди у нас трудовая и ходовая рыбалка на горной реке. И мы надеемся, что сможем порадовать вас поимкой серьезного трофея для кулинарной части нашей программы. Третий участник форелевой экспедиции по восточной Грузии – Георгий Стуруа. Профессиональный музыкант, объехавший вместе со своим оркестром практически все уголки земного шара. Но нигде он не получал такого удовольствия от рыбалки, как на своих родных водоемах. Пока мы знакомили вас с жизнью монастыря в поселке Берта, он спустился вниз по течению реки Кция и, обойдя водохранилище с другой стороны, оказался на реке Храме, где и нашел очень перспективное место для ловли некрупной, но очень бойкой форели. Утром мы находились в каньоне, в Ташбашском каньоне. Это та же самая речка, в которой мы здесь находимся, но ниже водохранилища. Там техника лова была совсем другая, там были скалы, там были ямы. Условия для перемещения, передвижения были очень тяжелые. Мы ловим, к сожалению, мелочь, мелкую форель с ладошку, но это куча адреналина, это спорт, это, естественно, хорошее настроение. Вся рыба стоит на быстренье, вся рыба стоит в сантиметрах 30 от поверхности воды. Рыба стоит, она, может быть, питается, но она питается не мальком, она питается покоплавами, кузнечиками, у нее сейчас другое меню, нерыбное меню. И когда проплывает вот такой малек, она просто его отпугивает. Это одинарный крючок, одинарный обязательно по правилам рыболовства, спортивного рыболовства. Тройники у нас запрещены, и мы применяем одинарные безбородые крючки. Я избрал технику сплава, это мы сплавляем эту блесеньку по течению, но немножко-немножко мы добавляем катушкой в движение. Это не твичинг, потому что пробовал, ничего не получилось. Получилась только равномерная проводка катушкой, немножко быстрее течения. И это работает. Оказалось, что это сегодня, на данный момент, это была лучшая техника. Ну вот, вот она, вот она. О, молодец какая! Отлично! Грузинская форель. Размер, конечно, маленький, но приятно подержать ее на палочке ультралайт, 105 грамм, блесенька, ну, такая-либалочка подобие малька. Вот так клюет только на это. Никакие воблеры, никакая резина. Ничего сегодня не помогло. И вот сейчас, как она. Опа! Вот такая наша форель. Кстати, взяла там, где я говорил. Еще попробуем. Может, трофей подцепим. Удостоверившись, что в спокойных водах храме мы сможем наловить много, но лишь мелкой по размеру форели, ближе к вечеру мы перемещаемся на новый бурлящий горный участок, где, по мнению Георгия, у нас будут самые высокие шансы поймать крупный трофей. Рыболов задерживается около Старого моста, делая несколько первых забросов абстрим, то есть вверх по течению. Георгий Стуруа все время контролирует положение лески и кончика удилища, так как поклевка может последовать в любой момент. Место у нас перспективное, к тому же находящееся вдали от деревень, а значит, лишенное рыболовного прессинга. Мы надеемся, что это сыграет свою роль. Вот еще поклевка была. Постараемся еще раз пробить. О-о-о-о, хороший экземпляр, хороший, о-хо-хо-хо-хо. Очень даже, очень даже хороший. Э, ребята, это уже трофей. Это уже очень хороший трофей. Жаль, что я пацан не взял. Это трофей. Надо его хорошенько. Очень мощная рыба, очень. Куда, 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 куда. Куда. Постил лосось. Ультралайтовый спиннинг. До пяти грамм. Хорошо отрабатывает. Вот о чем мечтает каждый спиннингист Грузии. И не только Грузии, конечно. Маленькая колебалка. Была одна подтяжка, но не взяла. И второй проход. Результативная поклевка. Сейчас, сейчас, лапочка, сейчас. Сейчас мы ее вытащим. Комне. 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 Да. Вот она Вот это трофей, ребят Вот это трофей Вот мы поймали Такую красавицу на этой маленькой речушке Просто супер Это адреналин Это эмоции Ловля на ультралайтовую Ультралайтовую снасть По закону мы ее Можем взять домой Но я конечно всю эту рыбу Отпускаю Но сегодня не тот случай И мы из нее приготовим Очень хорошее грузинское национальное блюдо В кулинарной части нашей программы Мы приготовим именно ту форель, которую поймал Георгий За это мы, спиннингисты Грузии, Георгия ненавидим на самом деле Потому что мы ему завидуем Георгий, друг, извини меня, пожалуйста Но шутки в сторону Мы приготовим из этой прекрасной форельки Традиционное блюдо Форель на трех шампурах Если вам повезет И вы поймаете такую же большую форель Как поймал всеми нами уже ненавистных Георгий То ее надо приготовить по грузинскому рецепту Форель на трех шампурах Самое ближайшее блюдо, которое я могу вспомнить Это, наверное, рыба на рожне Принцип тот же самый Но вместо трех шампуров на самом деле используются четыре шампура Один шампур продевается сквозь позвоночник Практически параллельно А три шампура продеваются вдоль рыбы Так и удобнее будет переворачивать на углях Куда мы ее отнесем обязательно В Грузии есть секрет Угли должны быть обязательно из виноградной лозы Называется по-грузински это цалами На них получается самый лучший шашлык И самая лучшая и вкусная форель Только самый безрукий повар Может испортить вкус настоящей форели Поэтому мы особо ничего не добавляем Только соль И небольшой секрет Сванскую соль Сванская соль Это в принципе та же соль Но она содержит в себе очень много трав Это желтый цветок Это красный перец Это черный перец Это целый букет Из местных трав и специй После того как мы добавили Мы втираем в шкуру форели И обязательно ее переворачиваем Но переворачивать форель Таким образом у нас не получится Мы снизу должны чем-то ее поддержать Делаем мы это таким образом Мы берем форель Затем кладем разделочную доску Прижимаем И переворачиваем Вот такой мы совершили Сальто мортале Тарелочку убираем И повторяем ту же процедуру Только уже с внутренней стороны Сначала обыкновенной соли Затем Сванской соли Не должно быть катышков Потому что сванская соль Иногда скатывается в катышки Ее надо хорошенечко размягчить Потом Мы это втираем пальцами Не стесняйтесь Настоящий шеф-повар Именно так и делают И даем Настояться Нашей форели Буквально 5 минут Пусть все ингредиенты Которые мы в нее вмешали Впитаются А затем Мы всю нашу форельку Переместим на Виноградные угли На цалами И будем ее жарить Наши угли уже прогорели И готовы для того Чтобы там разместить форель Но Я хочу поделиться с вами Небольшим секретом Когда угли Воспламеняются Блюдо пригорает Чтобы этого не случилось В Грузии В них добавляют Крупную соль Что мы сейчас и сделаем Многие гасят угли Водой Но это не совсем приемлемо Потому что После этого уголь дымится А вот когда мы посыпаем ее Крупной Вы наверное слышите Как она шкварчит Шкварчит Но при этом Не воспламеняется А теперь Всю вот эту красоту Мы разместим на нашем мангале Форель готовится очень быстро В принципе так же Как и любая рыба Поэтому я рекомендую вам Далеко от мангала не отходить Пригорит за секунду Мы переворачиваем форель Визуально Потому что мы смотрим Как только Мы чувствуем Что одна сторона У нас поджарилась Мы сразу переворачиваем ее На вторую Занимает весь этот процесс Максимум 10 минут 5 минут с одной стороны И 5 минут с другой Потому что форель у нас Довольно таки большая А лучшая форель Так же как и лучший шашлык Получается на углях Из виноградной лозы Которые называются Цалами Вкуснейшее Нежнейшее Форелевое мясо готово Приятного аппетита Субтитры создавал DimaTorzok